Всем привет! С вами главный городской портал Нижнего Новгорода ННРУ и я, Александр Токарев. Это шоу Дичь Недели. Не новости, а праздник какой-то. Итак, первым делом, пожалуй, нужно отметить нижегородских видеоблогеров и пранкеров, которые радовали нас своими выходками весь прошедший год. Твои слова водиться, так не годится. Ты разводил, умела, но я не хотела. Разводиться, слова водиться. Спасибо, ребята! Без вас наши серые будни были бы еще серее. Но будем честны, в последний год все-таки нижегородские пранкеры буквально сорвались с цепи и заваливают Нижний Новгород абсолютно абсурдным контентом. Но больше всех, пожалуй, на этом поприще отличились Илья Молодцов. Спасибо! 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 А также Александр Иванов, более известный как блогер Ким. Этим ребятам, конечно, есть что показать. Первый известен поездками на картонном гелендвагене по городу, надувным бассейном на Большой Покровской в 40-градусную жару и другими странными проделками. Правда, есть за ним и обидные косяки. Так, например, в двух своих видео Илья Молодцов якобы ложится под поезд, а еще якобы прыгает с моста. Но есть весьма серьезное основание полагать, что оба этих видео монтаж, а обманывать своих подписчиков, как известно, нехорошо. Ну а второй видеоблогер прославился тоже теми еще перформансами. Он приматывал себя голым скотчем к автомобилю, он праздновал победу Хабиба на площади Горького и занимался другими странными вещами. Посмотрите сами. Кстати, с мостами у него тоже что-то связано. Например, не так давно он вместе со своими друзьями скинул резиновую женщину с моста на Похвалинском съезде и заявил, что устал от продажной любви. Посыл, конечно, до конца не ясен, но Ким хотя бы не делает вид, что с моста падает живой человек. Поэтому в этом году, пожалуй, наше сердечко достается ему. Ну а вообще, дорогие друзья, пранки, если они добрые, забавные, веселые и никого не обижают, то это хорошо. Поэтому устраивайте всякую дичь и дальше, ну а мы обязательно расскажем о ней в наших выпусках. Вперед! Другие постоянные поставщики контента для нашего шоу вовсе не пранкеры, а просто люди с офигенно богатым внутренним миром и оригинальным мышлением. И такие товарищи в этом году нередко привлекали к себе внимание. Их, конечно, было много, но больше всех нам запомнились всего трое. Первым полицейский, который вместе со своими товарищами дотусился до того, что его же собственные коллеги забрали его в обезьянник. Кстати, после этого он наговорил им такого, что нам пришлось делать цензурную версию его речи, а его самого уволили из органов. Вот так я изящно ножкой ваш документ подвину. Еще раз, я буду любить всей душой любить и документ, и вас. Достопочтенный господин, ну за что? За что вы забираете мой документ? Как же вы можете, господа? Я же ваш роденький, свой. Не стыдно ли вам так травмировать мою хрупкую, нежную психику? Надеюсь, вы снимаете меня на видео, мою печаль и слезы. Не стыдно ли вам? Есть ли у вас что-то человеческое, изверги? Неплохая вышла ночка, дорогой товарищ. Но у нас есть и другой кандидат. Алексей Поднебесный, который не так давно на федеральном канале дал интервью порнозвезде о том, что он борется с женщинами, которые не дают ему секс. Все, что сейчас происходит плохого в мире, начиная от проблем в политике, войн, это все связано с тем, что женщины не дают секс всем мужчинам. Они дают только 5-10% самых красивых и самых богатых. Кстати, в своем поведении он не видит ничего предосудительного и говорит, что близок к идеалу. А вот конечного идеала ему не дают добиться именно меркантильные женщины. Я, ну, близок к идеалу, скажем так, да? И вполне заслуживает права на секс. Ну что же, человек хотел известности, человек получил известность. Буквально сразу после шоу на него завели дело об оскорблении женщин. И, как мы считаем, по делам. Ну и больше всех нам, конечно же, запомнился колдун Виктор Иванович с улицы Нижегородской. И о нем мы писали и говорили столько, что у меня уже лезут на лоб глаза. В течение долгих лет он, будучи владельцем дома, терроризировал всех своих соседей в центре города. А причина в его религиозных взглядах. Он завесил свой дом иконами, крестами, магическими символами и каждый день включал на всю улицу песнопения. Что еще хуже? В его доме был целый зверинец, за которым он особенно не следил. И это привело к огромному скандалу. Подключились и зоозащитники, и депутаты, и множество СМИ. Дошло даже до того, что про Виктора Ивановича шутил сам Иван Ургант на Первом канале. Ну а позже колдун и сам побывал в Останкино. И то, что я там тоже был, к номинации не имеет никакого отношения. У нас все честно, непредвзято и справедливо. Кстати, сейчас у Виктора дела вполне себе неплохо. Животных он раздал, иконы с дома он снял, и даже, как говорят, начал ходить на свидания. То есть вы говорите, что уберете и иконы, да, и образа? Иконы, уберу все, образа, и здесь приду весь порядок, и животных тоже здесь не будет. Неплохой урок нашим остальным героям. Стать нормальным человеком никогда не поздно, даже если вы наглухо отбитый. Немало нижегородцев порадовали и звезды отечественного шоу-бизнеса, которые в этом году не раз позволили себе расслабиться. Как, например, народный певец Ртом и, господи, прости, рэпер Джиган, которого недавно застукали в одном из нижегородских ночных клубов, но в очень расслабленном состоянии. И пока одной звезде хорошо, другим звездам ничуть не хуже. Вот, например, король русского попа Филипп Киркоров отлично отыграл концерт в Нижнем Новгороде, а потом решил устроить себе ночную эксклюзивную экскурсию по Кремлю, на которой, кстати, вел себя он очень странно. Реугольная. Она расшла почасть Минина и Пожарского, но у нас ее разобрали на стройматериалы по приказу императрицы Екатерины Великой в конце 18-го столетия, потому что императрица про нас сказала такую очень хорошую, емкую фразу. Ну а приз наших ехидных симпатий достается актрисе Наталье Бочкаревой за ее незабываемое кокаиновое приключение. Напомним, задержали ее в начале октября в Москве сотрудники ДПС за странные маневры на дороге. А когда начали ее досматривать, то звезда попыталась спрятать в нижнем белье подозрительный сверток. Звезде пришлось честно признаться, что и сама она находится далеко не в трезвом состоянии, да и в свертке кокаин, за закладкой с которым ей пришлось скататься аж в сокольнике. Конечно же, потом Бочкарева пыталась отпираться и называла это все слухами, но поверить в такое, конечно же, трудно после таких-то видео, да? После всего этого скандала актриса на некоторое время скрылась, но сейчас вернулась во всей своей красе. Например, недавно нижегородцы наблюдали ее на сцене театра. Конечно, мы рады, что для Натальи эта история закончилась хорошо, но все-таки было бы неплохо узнать, какое ей за это было наказание. Так что большой брат ННРУ будет следить. Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием чиновников, депутатов и других слуг народа, которые тоже засветились курьезами в этом году. Так, например, депутаты городской думы осенью чуть не приняли поправки, которые позволили бы им ездить и летать бизнес-классом за бюджетный счет. Городская дума Нижнего Новгорода приняла положение сидя, по которому депутаты, простите, смогут компенсировать из бюджетных средств расходы на покупку авиа и железнодорожных билетов бизнес-класса. За принятие этого положения проголосовали, внимание, 27 парламентариев против двое. Интересно, кто же эти двое? Это новые депутаты Нижегородской думы Юрий Альтруистов и Виталий Блаженный. И ладно, еще мэр города успел это все отменить, а то пришлось бы нам с вами смотреть на то, как элита шикует за народные деньги. Ну, не свинствовали. К счастью, пронесло. Летать им придется все-таки за свои. Не меньше повеселила депутат Городской думы Евгений Лазарев, который в течение уже длительного времени пытается поделить с бывшей супругой имущество по суду. Так, например, ему показалось, что судья по фамилии Тищенко немного предвзят в отношении его дела и занимает сторону жены. Так что, чтобы потроллить судью, он взял и переименовал свои компании. И теперь только посмотрите, как они называются. О-о-о, галантерейный лабаз, тесьма, ширинки, брюки, клеш, латины, галифе, мужские шорты, пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке. И да, вот это все вслух пришлось читать прямо в зале суда. Кроме того, на одно из заседаний он пришел в весьма экстравагантной майке. И мы очень сильно сомневаемся, что такую выходку мог бы себе позволить рядовой гражданин без какого-либо наказания после этого. Иди, Иваныч. Между прочим, по решению суда Лазареву все-таки придется отдать жене около 60 миллионов. Но это даже неплохо, потому что просила она целых 250. Но нам почему-то кажется, что депутат сдаваться не намерен, а значит в ближайшем будущем нас ждут еще веселые проявления этого дела. Ну а больше всего нам запомнилась многосерийная эпопея, которую устроил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он как пошел в конце ноября унижать чиновников, так до сих пор не может остановиться. Посоветовал им взять руки в ноги и работать усерднее. На самом деле для того, чтобы мы все руки в ноги и волю в кулак взяли. Похоже, он знает, насколько сильно Нижегородцам нравится публичное поругание власти мучих. А вообще можно было бы сделать неплохое шоу. Все это, конечно, ужасно попахивает пиаром, но вообще-то нам нравится, когда люди заслуженно получают за разгильдяйство. Так что в номинации «Элита, как она есть» золото получает Глеб Никитин. Ну а мы, пользуясь случаем, хотели бы поздравить наших зрителей и читателей с наступающим Новым Годом. Очень надеемся, что если в вашей жизни будет происходить дичь, то только самое веселое. Не новости, а праздник какой-то. Нет, она не поворачивается. Не новости, а праздник какой-то.